Как следует из материалов уголовного дела началось все с объявления в газете о поиске жилья молодой девушкой. Это объявление заметил 40-летний холостяк из Толинского района. Он позвонил по указанному в газете номеру. Материалами уголовного дела, то есть в ходе приводительного расследования, установлено, что 37-летняя жительница одной из деревень Пинского района вступила в общение посредством мобильной телефонной связи, а также посредством смс-переписки с потерпевшим. В ходе данного общения она сообщила ему заведомо ложные сведения, то есть ввела его в заблуждение относиться на своей личности. То есть в ходе общения она выступала от имени своей дочери. При этом в ходе общения создала убеждение у потерпевшего о состоявшемся знакомстве с дочерью о развитии отношений с целью дальнейшего вступления в брак. Кроме того, в подтверждение этого убеждения вступала в общение от собственного имени, то есть как будущая теща. Обвиняемая уговорила будущего зятя оказать их семье материальную помощь, а также убедила его в невозможности личного знакомства с ее дочерью до свадьбы. Причиной тому – якобы рекомендации знакомого экстрасенса. При этом дочь о махинациях матери не знала ровным счетом ничего. В ходе данного общения на протяжении длительного периода времени, чуть более трех лет, под разными вымышленными способами, под различными предлогами для оказания материальной помощи ее дочери, для осуществления серьезного хирургического вмешательства, для медицинской реабилитации, приобретения дорогостоящих медицинских препаратов, а также под иными вымышленными предлогами завладела денежными средствами потерпевшего чуть более 4 тысяч рублей и почти 29 тысяч долларов США, что в общей сложности на момент совершения преступления составляет 3 тысячи базовых величин и является особо крупным размером. Пинским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении мошенницы было возбуждено уголовное дело, но обвиняемая на протяжении всего разбирательства вину свою так и не признала. Судом вина данной обвиняемой в совершении преступления, присмотренной частью 4 статьи 209 Главного кодекса Республики Беларусь, признана доказанной, соответственно, признана виновной в совершении мошенничества, совершенного в особо крупном размере. И ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с обванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима и с конфискацией всего имущества. Ущерб, нанесенный потерпевшему, несостоявшейся тещи, был возмещен в незначительной сумме – около 3000 белорусских рублей и 700 долларов США. Оставшая часть взыскана судом. Кроме того, суд также удовлетворил иск потерпевшего о компенсации морального вреда. Это еще 4000 рублей.